Позвольте мне вам рассказать богословской концепции высшей школы лидерства Санкт-Петербургского христианского университета. Лишь только потому, что я принимал непосредственно участие в разработку, встрече, диалог, проведении круглых столов, конференции, где мои коллеги, слушатели высшей школы лидерства могли отрефлексировать, могли предложить свои представления. У нас сложилась достаточно простая, наверное, неполная система представлений, но на наш взгляд контуры богословских тезисов, которые я хотел бы вам рассказать, дают нам такой богословский базис к тому, чтобы мы могли строить свою деятельность. Миссия высшей школы лидерства – быть партнером людей и организаций в повышении их эффективности на основе христианских ценностей и управленческих компетенций. И мы служим лидерам церкви, бизнеса, науки, всем тем, кто разделяет наши мировоззренческие богословские представления или кто пытается разобраться в вопросах лидерства управления на основе христианской веры. Вот мы руководствуемся многими библейско-богословскими принципами. Во-первых, существует Бог. Когда мы говорим, что существует Бог, мы понимаем, что существует Бог, который сотворил Вселенную и человека, который любит человечество и через свое самооткровение передает человеку божественный замысел. Триединый Бог, и мы опираемся на ортодоксальное христианское понимание Бога, Творец всего существующего, первопричина всего. И понимание человека Бога, послушание Богу – это самые важные шаги на пути отображения в жизни человека, образа Творца. Понимание лидерства как феномена обуславливает познание Бога и историю человечества, в которой Бог является главным действующим лицом, допускающим, направляющим, творящим, влияющим, созидающим. Триединый Господь Бог представляет собой совершенную базовую модель для понимания лидерства и управления. Это был первый тезис. Второй. Человек – венец творения Бога. Бог – вседержитель, имеет наивысший святой авторитет и власть. У Бога есть своя миссия, свое видение, свои цели и задачи, стратегии и так далее. Люди, человек, сотворены для общения с Богом Творцом, который пригласил человека стать своим соработником для исполнения божественной воли на земле. Бог – реальный источник добра. Он сотворил мир, который имеет начало и будет иметь свой конец. Бог является источником, архитектором, творцом чего-либо созидательного, достаточного и эффективного. Все люди изначально предназначены Богом для Божьей славы, которая коренится в творческом и созидательном служении Богу и людям. Следовательно, богопознание, понимание божественной воли – это основа богоугодного и, следовательно, эффективного лидерства. Третий тезис. Существует древнейший враг Бога и людей – сатана, дьявол, который повлиял на людей и стал причиной грехопадения. Мы признаем, что существует конкретно реальное зло, которое стремится разрушить божественный замысел и его людей. И главный носитель зла, конечно же, дьявол, сатана, зло, ни в коем случае не равносильный добру Богу, который бесконечно превосходит мощь зла и удерживает окончательную победу над ним во вселенском масштабе. После грехопадения, о чем мы читаем в книге «Бытие», третья глава, которая привела к падению человека из совершенного состояния, в состоянии уязвимости, слабости и греховности, люди оказались во власти дьявола. Грехопадение стало причиной кризиса человека, а, следовательно, и причиной кризиса лидерства человека. Потому что нарушило божественный замысел о жизни и деятельности человека, общества и мироздания. По причине грехопадения человек соприкасается с трудностями в жизни и, естественно, в лидерстве и управлении. Вот следствие грехопадения – это извращение замысла Бога для жизни и деятельности человека. Но наш следующий аргумент заключается в том, что мы верим и признаем важность факта искупления и спасения человека от греха, от погибели и от последствий грехопадения. Мы верим в то, что через Иисуса Христа, который сделался для людей премудростью от Бога, праведностью и искуплением, как пишет апостол Павел, он стал откровением Бога для людей, и он стал спасителем и автором искупления всего мира. Иисус Христос, согласно Иоанну Богослову, посредством собственного самопожертвования, создал условия для прощения грехов и вечного спасения человека. Жизнь и смерть Иисуса Христа – это образец настоящего богоугодного лидерства. Образно выражаясь, крест Христов явно определил, в чем заключается жизнь человека Божия, последователя Христа. А именно, Христос сказал, кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Благодаря кресту Иисуса Христа верующие люди обладают обновленной жизнью. Их плоть распята. Они стали теперь едины со Христом, с Богом и друг с другом. Теперь, приняв Христа как спасителя, они сознают, что другой верующий человек является их братом и сестрой. Это те, за кого умер Христос. И уже находясь в этом сообществе верующих людей, они получают от Бога способность служить своим братьям и сестрам, которые принадлежат к церкви, к телу Христова. Вот с библейской точки зрения, лидеры и последователи должны служить людям во благо друг друга, прощая взаимно, как и Христос простил их грехи. Когда мы говорим о искуплении, мы понимаем, что благодаря искуплению, то есть совокупности всех божественных действий через Отца Иисуса Христа и Святого Духа, возможно возвращение человека в вечное общение с Богом. Человек духовно возрождается, перерождается и становится соработником у Бога вновь. Искупление предполагает выход человека из духовного кризиса. Искупленный, спасенный человек приобретает новые черты характера, проявляет любовь к людям, становится полезным участником жизни общества. Применительно к лидерству, это можно выразить таким образом, искупленному человеку возвращается потенциал к богоугодному лидерству. Мы с вами признаем, что человеческие решения, поступки реальны. Они могут быть совместимы или несовместимы с волей Божьей и Божьим характером. Но богоугодное лидерство основывается на вере в Бога, предполагает готовность лидера следовать за Богом, вести за собой людей в соответствии с замыслом Бога. Богоугодное лидерство возможно достичь, если человек научается от Бога, если человек рожден от Бога. Пути и средства, какими Бог совершенствует человека, преображает его, научает его эффективному лидерству, конечно же, многоразличны. Следующий наш тезис, аргумент богословский заключается в том, что Библия, Слово Божие, это источник мудрости от Бога. В Боге сокрыт секрет живого и благотворного влияния на людей. Если мы определяем лидерство, как указать путь и помочь другим следовать по нему, то Бог человеку указывает путь, а потом научает, помогает возрожденному, спасенному человеку следовать по этому пути. И Слово Божие является источником мудрости от Бога, чтобы нам знать, каков этот путь, какие цели этого пути, какие ценности у этого пути, какие стратегии, какие проекты. Одним из ключевых факторов развития людей является понимание Священного Писания, Слово Божие. И понимание это должно происходить не только на уровне знакомства с содержанием, а на уровне усвоения. Потому что понимание, когда происходит актуализация того, что я прочитал, с чем я познакомился, тогда это и в действительности есть настоящее понимание. Бог предопределил наставлять человека через священные книги Библии. Это его замысел. Эти книги являются авторитетным Словом Божиим для человека. В Библии Бог открывает и формирует совершеннейшее и превосходнейшее, что потенциально возможно достичь лидеру в повседневной деятельности. Следовательно, это означает, что люди должны следовать учению Бога, переданному людям в библейских книгах. Они должны понимать библейское учение до степени его восприятия, до степени отображения принципов лидерства на заложенных страницах сакральных книг Библии в своей собственной жизни. Книги Библии представляют для человека главным образом духовное основание касательно ключевых вопросов. Они открывают человеку знание о Боге, его божественной воле, касательно индивидуума, человеческих коллективов, всего человечества в целом. И в книгах Библии мы с вами знакомимся, каким образом Бог формировал из избранных им людей эффективных лидеров. Каким образом многоразличные аспекты эффективного или неэффективного лидерства проявлялись в различных ситуациях исторического прошлого. Мы в Библии с вами находим яркие примеры положительного и отрицательного лидерства. Множественное описание процесса формирования лидеров, объяснение причин успеха и неудач лидеров. На мой взгляд, самое главное, что мы находим в Священном Писании, мы находим примеры жизни людей, лидеров с Богом. И мы сможем через знакомство с их историями жизни увидеть, как реализовывалось лидерство этих людей в соработничестве с Богом. Библия дает нам возможность соприкоснуться с этим явлением. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте Следующий аргумент богословский, который мы сформулировали в Высшей Школе Лидерства, заключается в том, что христианская церковь является примером гармоничного взаимодействия людей, верующих людей для достижения общей цели. Вопрос о церкви. Христианская церковь, имея много членов, отдельных верующих, остается все-таки одним телом, телом Христовым. И как пишет апостол Павел в первом послании Коринфянам 12 главе, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много составляют одно тело. Тело Христово существует благодаря тому, что все верующие были помещены в Него Духом Святым. Бог в трех лицах Троицы является источником духовных даров, способностей и действий, которые по благодати Божией получают члены церкви для служения Богу и служения друг другу в церкви. Для созидания тела Христова. И вот процесс домостроительства церкви предполагает, что все верующие, люди вовлечены в некую совместную деятельность, которая нуждается в организации, выработке наиболее приемлемых путей для достижения совместных целей. Ведь на самом-то деле каждая группа христиан, независимо от ее размера, в ней происходит совместная деятельность людей. Эта деятельность требует, чтобы кто-то организовывал, координировал, планировал, мотивировал. Но из этого следует, что в христианском сообществе вполне приемлемо и необходимо рассматривать понятие «лидер» и «лидерство» в самом широком значении. И, конечно, формулировать понятие, в первую очередь, с точки зрения учения Библии, христианской веры и с точки зрения того, что это сообщество людей является мистическим телом Христовым, где законы духовные должны срабатывать. Церковь является примером тому, что люди сообща могут достигать общей цели. И последний аргумент, тезис. Мы считаем, что вполне разумно ставить богословские вопросы и научные вопросы, когда мы говорим о лидерстве и руководстве. Мы считаем, что необходимо развивать междисциплинарный подход, где наши богословские представления могут быть достаточно целостны и вмещать наши наблюдения о том, что происходит в мире, в мире науки, в мире деятельности человеческих коллективов. Иными словами, мы видим возможность создания общего пространства теологии и лидерологии. в этом году позвольте короткое отступление. Я был приглашен на одну рабочую встречу редакционного совета проекта «Библейский комментарий славянская перспектива». вот редколлегия собиралась в Иерусалиме по приглашению библейского центра изучения священного писания в Иерусалиме. И я был впервые в Израиле и была возможность посетить музей Иерусалима. И я увидел очень интересную скульптуру Ашиша Капура. Она называется «Перевернуть вверх ногами». Такой вот как вы видите на изображении даже мне сложно объяснить геометрическую фигуру, но самое интересное когда к ней подходишь смотришь вниз видишь что вверху смотришь вверх видно все что внизу. И как хотелось бы чтобы когда мы рассматриваем вопросы лидерства управления в различных организациях и обществах мы могли видеть руку Божью которая говорит хорошо правильно вот поэтому у вас и получается или который говорит вот у вас не получается потому что вот это или это вы не делаете чтобы мы занимаясь богословскими вопросами могли видеть преломление практическое для деятельности повседневно а когда мы наблюдаем жизнь вокруг себя видеть Бога и те законы которые он для нас представляет я уверен что Ашиш Капур не вкладывал этого смысла в свою скульптуру но я как богослов и практик для себя видел эту возможность ну вот с нашей точки зрения для адекватного понимания лидерства требуется междисциплинарный подход и эффективные подходы в лидерстве и управлении можно найти на стыке библейско-богословского научного светского понимания лидерства мировоззренческие предпосылки конечно же коренятся в Библии в христианском учении ну и в заключение только замечу что богоугодное лидерство основанное на богословских перспективах оно необходимо во всех сферах жизни человеческого общества семья бизнес политика наука образование и так далее следуя заповедям Бога в своей практической жизни человек может надеяться что Бог употребит его на труды на развитие и совершенствование этого мира и нашего общества ну вот в таких тезисах пока мы изложили свои богословские представления я приглашаю к сотрудничеству друзей которые занимаются профессионально богословием чтобы мы могли взять этот костяк может быть скелет этих тезисов и осмысливать более может быть детально чтобы выстроилась такая богословская модель когда мы могли бы те или иные вопросы и практики и осмысливать и предлагать и конструировать уже на основе наших богословских представлений богословских богословских обливает богословских богословских Продолжение следует...